На предложение утилизировать старые «Жигули» и купить новый автомобиль Тимур ответил категоричным «нет». Эту машину он приобрел всего год назад. Специально искал советскую, надежную. Вложил в восстановление покрытия и заводские запчасти больше 50 тысяч рублей. Закон об уделизации таких авто Тимур не одобряет и считает, что его «Жигули» прослужат дольше, чем любая новая иномарка. По техническим характеристикам, если брать бюджетный автомобиль, он уступает, я считаю, на процентов 30, не считая комфорта. По поводу, я могу сказать, запчастей и самого металла. Эти новые автомобили отъездят три года и в них надо что-то вкладывать. А этот автомобиль, если за ним смотреть и во время все менять, он еще 30 лет отъездит. Я уверен в этом, на 100%. Новая идея Комитета промышленности России уже вызвала шквал негатива в соцсетях. Депутаты предлагают определить срок годности автомобилей, но какие критерии для этого нужны, не ясно. Причем даже автомеханики говорят, что у машин нет определенного срока износа. Все зависит только от ее владельца и от тех материалов, из которых машина изготовлена. Почему, например, какие-то новые автомобили определенных марков, у них ржавчина появляется быстрее? Хотя, например, взять автомобиль 1989-1996 года выпуска, если не был бит, ничего такого, то там и лакокрасочное покрытие еще заводское даже имеется. По данным ГИБДД, российский автопарк практически наполовину состоит из автомобилей старше 10 и 15 лет. Если эту цифру посчитают приемлемой для окончания срока эксплуатации, больше половины страны останутся без машин. При этом пока непонятно, к кому точно применяется этот закон. Только к коммерческим автобусам или грузовикам? Или под него попадает и личный транспорт? Кстати, похожие ограничения уже вступят в силу в 2020 году. На автобусах сроком эксплуатации старше 10 лет нельзя будет перевозить группы детей. Идея законопроекта вызывает больше вопросов, чем ответов. Кто будет решать, какие автомобили утилизировать и будет ли компенсация тем, чьи машины заберут? Либо они будут покупать новые авто за свой счет? На самом деле и организаторы этой идеи не знают ответы на эти вопросы. Но судя по реакции тех, у кого есть старые автомобили, добровольно своих ласточек отдавать никто не собирается. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком.